Установка для термического обезвреживания отходов на полигоне ТБО запущена в работу, правда пока только в тестовом режиме. Эксплуатация оборудования начнется с 1 июля. Сейчас специалисты наблюдают за работой установки и процессом обезвреживания. Прежде чем мусор попадет в установку для термического обезвреживания, ему предстоит пройти несколько этапов. Сначала машина, мусоровоз в частности с ТКО, заезжает на весы, там определяется его масса, после этого разгружается на предварительную площадку разгрузки, она у вас за спиной, далее поступает на мусоросортировочный комплекс. Часть отходов после сортировки отправят на переработку. Речь идет о вторсырье. Это в том числе макулатура, стекло, пластик и алюминиевые банки. Мы планируем это все передавать в утилизацию соответствующим компаниям. В настоящий момент пока будем складировать в теле. Потому что транспорт составляющий высокий. Но остальные хвосты, которые уже не подлежат сортировке, будут термически обрабатываться. По словам представителя компании «Экоспектрум», которая поставила оборудование в Наринмар, подобные установки работают практически во всех городах России и ближнего зарубежья. Успешно применяют их и в условиях Крайнего Севера. Для этих целей применяется система подогрева воздуха, топлива и счета управления. В полной мере установка заработает только с 1 июля 2020 года. Планируется, что к этому времени к оборудованию подведут газ, что существенно сократит расходы регионального оператора. Сейчас для этих целей используется дизельное топливо. Отмечу, что необходимые для перехода на новую систему обращения с ТКО оборудование и техника были закуплены за счет средств регионального бюджета. На эти цели было выделено 57 миллионов рублей. Около двух миллионов добавил муниципалитет. Сам по себе процесс состоит из трех компонентов. Первое – это законодательное регулирование, второе – это финансовое обеспечение, третье – это техническое обеспечение. Вот именно мы, как учредители предприятия, участвуем именно в третьей стадии технического обеспечения работы регионального оператора. Что касается двух первых стадий – это нормативное регулирование и финансовое обеспечение. Они есть, но еще не в полной мере отражают реальную финансовую картину. Но я думаю, что мы будем работать вместе с региональными властями над этим в течение следующего года. Напомню, новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами будет запущена в нашем регионе с 1 января 2020 года. Оборудование, которое КБ и БО приобрело для сортировки и утилизации мусора – это первый шаг к решению экологической проблемы, которая копилась десятилетиями. Ирина Никешина, Вадим Стасек, Телеканал «Север».